Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Фраза из знаменитого стихотворения Владимира Маяковского «Как нельзя лучше» подходит к торжественному мероприятию, которое состоялось в День Конституции в Брестском областном Коровическом музее. Сегодня гражданами своего государства, Республики Беларусь, стали 18 лучших представителей учащейся молодежи, имеющие особые заслуги в спорте, учебе и общественной деятельности. На лицах многих ребят волнение. Оно и понятно, паспорт получают первый раз. Я очень волнуюсь, это очень волнительное настроение, радостное. Я очень горжусь своей страной и очень хочу стать гражданином настоящим, получить свой паспорт, первый паспорт. Сегодня торжественный день, День Конституции, и в этот день нам вручают паспорта. Это важное для меня событие. Это важная встреча с элитой области, и я рад присутствовать здесь. В торжественной обстановке учащиеся школ города и района из рук уважаемых и авторитетных людей Брещины получили документ, который дает право считать себя полноправным гражданином своей родины. Помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор Поблесской области, поздравил присутствующих с государственным праздником, Днем Конституции, и пожелал молодому поколению дальнейших успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. Получивший паспорт человек чувствует сегодня, оно было видно по глазам ребят, что чувствуется, что он действительно сегодня принадлежит полноценно нашему обществу. И те пожелания, которые мы говорили, и хорошо учиться, а потом и хорошо работать, наверное, где-то они останутся в душе этого человека. Да и просто сегодня выйдут на улицу, я так думаю, они совсем немножко, наверное, по-другому будут поступать в этой обыденной жизни. Поэтому я считаю, что для молодого поколения это хороший такой жизненный урок и момент, и тем более торжество, вручение главного документа в жизни каждого человека. Вручение паспортов одной из знаковых мероприятий Всебелорусской акции БРСМ «Мы, граждане Беларуси». Кроме этого, в преддверии Дня Конституции во всех регионах страны прошли встречи юных граждан с представителями законодательной и исполнительной власти. Круглые столы, семинары, беседы с участием людей, имеющих государственные награды, и другие мероприятия, направленные на патриотическое и гражданское воспитание молодежи. Более 500 молодым ребятам будут вручены торжественные обстановки, паспорта, а также основной закон нашего государства – Конституции. Мы подчеркиваем этим самым, что у нас есть богатая история. Мы говорим о том, что у нас действительно развитое государство, которое может гордиться своим основным законом Конституции Республики Беларусь. Возвращаясь к фразе Владимира Маяковского, дубликат бесценного груза или паспорт даст право ребятам участвовать в принятии судьбоносных решений, а также нести ответственность за настоящее и будущее своей Родины.